Ребята, всем здравствуйте! Мы продолжаем с вами работу. И сегодня, 30 ноября, мы с вами приступаем к занятию номер 25 по теме окружности круг. И по теме достаточно большой, это центральные вписанные углы. Итак, мы сегодня с вами начинаем разбор задач из банка задач прошлых лет плюс дополнительные задачи этого 2022 выпускного года. Вначале я останавливаюсь на задачах общего вида, которые были, которые есть, которые, естественно, будут. Ну а дальше мы с вами перейдем уже к конкретным задачам из сборников 2022 года. Ну, я, естественно, беру сборник ФИПИ под редакцией Ященко. Ну а сейчас запишите, пожалуйста, в своих тетрадях темы сегодняшнего занятия «Центральные и вписанные углы». Первое задание, на которое мы с вами обращаем внимание и начинаем рассматривать. Задание под номером 1. Нас просят найти градусную меру центрального угла МОН, если известно, что НП – это диаметр, а градусная мера угла МНП равна 18 градусов. Итак, начинаем разбор более детально. Нам задается окружность. Мы ее с вами выделяем. В своих тетрадях от руки показали. Ребят, старайтесь все делать от руки, никаких циркулей, потому что циркули вы на экзамен не возьмете. Их брать с собой нельзя. Только линейка и ручка. Итак, нас просят найти градусную меру центрального угла МОН, если известно, что НП – это диаметр. Итак, мы с вами проводим диаметр. Он виден у нас НП. И мы с вами делаем вывод. Коль у нас известно, что НП – это диаметр, значит, отрезки ОН и ОП между собой равны. Точно так же, как и отрезок ОМ, в силу того, что у нас дается три радиуса. Итак, следующий момент, на который мы с вами обращаем внимание. Итак, НП – диаметр, градусная мера угла МНП. Нашли данный угол МНП. Этот угол по условию будет равен 18 градусам. Нас просят найти градусную меру угла МОН. МОН. Неизвестно. И данным неизвестным углом МОН мы с вами попадаем в треугольник МОН. который в данном случае, как мы вначале с вами увидели, имеет стороны ОН и ОМ одинаковые, то есть равные, потому что это не что иное, как радиусы данной окружности. Делаем вывод, мы с вами получили треугольник равнобедренный. И по свойству равнобедренного треугольника мы с вами делаем вывод, что углы при основании МН, то есть угол Н и угол М равны. Значит, делаем вывод. На угол М тоже приходится 18 градусов. Показали. Но так как мы находимся до сих пор внутри треугольника МОН, в котором уже известны два угла, значит, мы смело с вами можем сказать, что по сумме углов треугольника 180 градусов это сумма углов, сумма всех углов треугольника, то есть треугла мы с вами собираем. 18 градусов один из углов, 18 градусов второй из углов, и третий угол, который нам неизвестен, мы приняли за Х, например, то есть угол МОН. Значит, чтобы найти Х, нам нужно из 180 градусов вычесть сумма 18 и 18. В результате получается 36. И мы с вами выходим на ответ 144 градуса. Первая задача решена. Прошу обратить внимание на вторую задачу, ребята, потому что вторая задача и элементы второй, или элементы второй задачи могут обязательно попасться во второй части. Поэтому в первой части хорошо, что у нас есть такая задача, но и во второй части она тоже встречается. Итак, во втором номере нам предлагается рассмотреть четырехугольник А, В, С, Д, который вписан в окружность. Очень важный момент. У нас четырехугольник вписан, значит, у нас будут накладываться какие-то свойства. Вписан в окружность. Прямые А, В и С, Д нашли пересекаются в точке К. Известно, что отрезок В, К равен 6 единичным отрезкам. Д, К. Весь отрезок Д, К будет равен 10 единичным отрезкам. В, С будет равен 12. Нас просят найти А, Д. Ну, естественно, А, Д мы принимаем за Х. Ну, и делаем вывод. Так как у нас с вами речь идет про углы и конкретные отрезки не только треугольника или еще что-то там у нас с вами получается, нам нужно как-то вот все воочию здесь увидеть и рассмотреть. Что же у нас с вами есть? Извините. Итак, у нас есть неизвестная сторона А, Д, которая находится не только в треугольнике А, Д, К, не только в треугольнике А, Д, К, который у нас получился с учетом пересечения по условию прямых А, Б и С, Д в точке К, но и также отрезок А, Д лежит в четырехугольнике А, Б, С, Д. По условию у нас сказано, что это одна из основных фигур четырехугольника А, Б, С, Д у нас вписан в окружность. Поэтому, используя свойства четырехугольника, который вписан в окружность, мы с вами можем сказать, что углы, которые лежат друг напротив друга, противолежащие углы четырехугольника, в сумме дают 180 градусов. То есть угол А и угол Б, С, Д, мы говорим с вами о внутренних углах четырехугольника, и сумма углов Д и А, Б, С тоже дают в сумме 180 градусов. Я начну по порядку, в алфавитном порядке, с угла А. Итак, угол А я принимаю за альфа. Можно так сказать. Значит, делаю вывод. Напротив угла А лежит угол Б, С, Д, в сумме, с которым у нас угол А дает 180 градусов. Значит, на угол Б, С, Д приходится 180 градусов минус альфа. Вот что у меня получается. Второй угол обозначила, и у меня здесь получается 180 градусов минус альфа. Но в силу того, что угол Б, С, Д является смежным с углом Б, С, К, эти два угла в сумме дают 180 градусов за счет того, что одна сторона угла является продолжением другой стороны угла, а сторона С, Б будет общей этих двух углов. Значит, делаем вывод. Чтобы найти угол Б, С, К, нам нужно из 180 градусов, за счет того, что они в сумме 180 градусов дают, вычесть угол Б, С, Д. Значит, если мы из 180 градусов вычитаем угол Б, С, Д, который, в свою очередь, мы сейчас вычислили как 180 градусов минус альфа, то при раскрытии скобок 180 градусов и минус 180 градусов у нас взаимно уничтожаются. И в результате получается, что угол Б, С, К – это ничто иное, как угол альфа. Б, С, К – это угол альфа. То есть два угла между собой получились равными. Угол Б, С, К и угол К, А, Д. Итак, угол А и угол Б, С, К между собой равны. Значит, делаем вывод. Если мы рассматриваем треугольник А, К, Д большой и треугольник Б, К, С малый, А, К, Д и Б, К, С малый, то мы с вами можем сказать, что в этих треугольниках даже по прочтению один угол К общий и есть еще пара углов, которые будут между собой равны. Угол А и угол Б, С, К. Они равны. Значит, делаем вывод. У нас треугольник А, К, Д и треугольник Б, С, К подобный по двум углам. Итак, признак подобия треугольника в первый по двум углам у нас с вами сработал. Что это значит? А это значит, что сходственные стороны будут пропорциональны. Так как я начала с большего треугольника А, К, Д, значит, я отношение беру с большего треугольника к меньшему. Итак, меня интересует по условию задачи сторона А, Д. Сторона А, Д находится как раз в большем треугольнике, значит, я беру сторону А, Д и нахожу сходственную сторону в меньшем треугольнике. Смотрю по основаниям. Сторона А, Д лежит напротив угла К и также прилежит к углу Альфа. Значит, в малом треугольнике я должна найти сторону, которая лежит напротив угла К и являться прилежащей стороной к углу Альфа. Значит, делаем вот эта сторона В, С. Собираем пропорцию. Итак, так как у нас треугольники подобные, сходственные стороны пропорциональны. Итак, первая часть пропорции есть. Мы с вами берем вторую достаточную часть для пропорции. Следующая часть, какие нас интересуют. Смотрим. Из большего треугольника у нас с вами остались стороны АК, про которые ничего не известно, и сторона ДК, которая полностью дана по условию задачи длиной 10 единичных отрезков. Значит, я беру отрезок ДК или сторону ДК из большего треугольника и нахожу сходственную сторону данной стороне ДК. Итак, ДК. Ага, сторона ДК лежит в большем треугольнике напротив угла Альфа и прилежит к углу Альфа. Значит, я должна точно такое же расположение найти для стороны в меньшем треугольнике БЦК. Мне нужно, чтобы сторона лежала напротив угла Альфа, и эта сторона была прилежащей к углу К. Это, естественно, отрезок БК. Теперь все подставляю в нашу получившуюся пропорцию. АД неизвестно, я приняла вас за Х. БЦ известно. Так, БЦ известно по условию равно 12. равно ДК. У нас с вами сказано по условию ДК. Так, БЦ, БЦ 12. ДК равно по условию 10. И БК находим по условию равно 6. Итак, пропорции составлены. Теперь мы можем с вами вычислить Х. Х равен произведению крайних равно произведению средних. Или друг против друга известное умножается, на оставшиеся известные делится. Мы с вами 12 умножаем на 10 и делим на 6. Естественно, для данной дроби мы видим с вами в числителе числа 12 и 6, которые можно сократить на 6. И получаем ответ 20. Это и будет нашим результатом. Ну, такая вот достаточно сложная задача, в которой нужно было не просто вычислить, а найти мало того, что пропорциональность, вернее, собрать пропорциональность, увидеть сходственные стороны. Но для начала, ребят, нужно было увидеть и доказать подобие двух треугольников. Вот такая вот задача может появиться в первой части, но, естественно, может появиться во второй части. Третий номер у нас с вами будет следующего характера. Так, хотя посмотрим, может быть, у нас здесь места хватит. В третьем номере на отрезке АВ выбрана точка С так, что отрезок АС будет равен 80 и ВС 2. Построена окружность с центром в точке А, проходящей через точку С. Нас просят найти длину отрезка касательной, приведенной из этой точки В, к этой окружности. Итак, вроде текста много с одной стороны и много непонятно, но все начинаем по порядку. Итак, на отрезке АВ, находим отрезок АВ, выбрана точка С. Так что АС, находим АС, будет равна 80, вернее, отрезок будет равен 80, и отрезок АВС равен 2. Нашли. Построена окружность есть, с центром в точке А есть, проходящей через точку С есть. Нас просят найти длину отрезка касательной, проведенной из точки В к этой окружности. Находим точку касания. Вот она, эта точка касания. И пусть это будет точка касания, например, называться Д. Значит, нас просят найти длину отрезка касательной, а касательная с вами начинается из точки В. Значит, нас интересует отрезок В, Д. Его принимаем за Х. Итак, смотрим, ребята, что же у нас получилось. У нас получилась ситуация, когда из точки В проводится касательная, и если есть точка касания, то в точке касания радиус и касательная тюрема учили, по геометрии, они располагаются взаимно перпендикулярно. Показали. То есть делаем вывод. В нашем случае в номере 3 А, Д – это радиус, В, Д – касательная. Раз у нас одна и та же точка касания, значит, делаем вывод, что отрезок А, Д, как радиус будет, перпендикулярен касательной В, Д в точке касания. Вот у нас точка касания, точка Д. Значит, мы с вами получили треугольник А, Б, Д – прямоугольным с углом А, Д, Б в 90 градусов. Значит, мы с вами можем использовать аренду Пифакура. С учетом того, что отрезок А, Д – это не что иное, как радиус, и отрезок А, С – не что иное, как радиус. Значит, делаем вывод. Так как радиусы между собой равны, только у меня что-то, Р не очень получилось, похожую на Р. Делаем вывод, что радиусы у нас с вами одинаковые. Значит, отрезок А, Д, как и отрезок А, С будет равен 80. Начинаем собирать теорему Пифагора. В треугольнике А, Б, Д. А, Б, Д. Угол Д – 90 градусов. Напротив него лежит гипотенуза, в этом случае А, Б. И мы с вами собираем что? Квадрат гипотенузы будет равен сумме квадратов катетов. Первый катет мы с вами видим – это А, Д. Второй катет мы с вами видим – Б, Д. Итак, смотрим, что такое А, Б. А, Б – это сумма двух отрезков А, С и Б, С длиной 82 единичных отрезков, соответственно. Значит, весь отрезок А, Б будет 82 единичных отрезка по формуле в квадрате равно А, Д. А, Д, как мы выяснили, это радиус, который будет равен отрезку А, С длиной 80 единичных отрезков. Ну и Б, Д мы с вами не знаем, принимаю за х. Теперь, ребят, мы можем с вами отработать данную формулу дальнейшим образом двояко. Первое. Мы можем с вами и левую, и правую часть возвести в квадрат, посчитать и найти х. Посчитать и найти х. А можем использовать немножечко другой вид данной задачи. Итак, первый способ. 82 в квадрате равно 80 в квадрате плюс х. Открываем справочные материалы. Находим 82 в квадрате. Получаем 67,24. 6724 равно 80 в квадрате 8 на 8, 64. То есть получаем 6400 плюс х квадрат. Теперь, что без х квадрат, мы с вами переносим в левую часть. Значит, из числа 6724 мы вычитаем 6400, получаем х квадрат. В нашем случае 324 – это не что иное, как х квадрат. И находим, что же такое 324. У нас с вами получается по таблице 18. Значит, х – это будет 18. Это и будет нашим результатом. А вот вторым способом, посмотрите, ребята, как вы могли просто-напросто вычислить. Все то же самое. То есть мы с вами находимся вот на данном этапе. 82 в квадрате равно 80 в квадрате плюс х квадрат. Я вам предлагаю сейчас все, что с х квадрата оставить в правой части, а вот все, что без х квадрата, не возводя в квадрат, перенести в левую часть. В результате получаем 82 в квадрате минус 80 в квадрате равно х квадрат. А теперь воспользуемся формулой сокращенного умножения разностью квадратов. Мы с вами помним, что это произведение разности данных чисел на их сумму. В нашем случае вместо а стоит число 82. Вот я и подставляю вместо а 82, получаю 82 минус, и в вторых скобках 82 плюс. Все это будет равно х квадрат. А вместо б подставляю число 80. И осталось только все это посчитать. 82 минус 80 – это будет 2. 82 плюс 80 – это 162, равно х квадрат. Ну и точно такая же ситуация. 2 вы умножаете на 162, или 2 вы умножаете на 2 умножить на 81, получается х квадрат, и находите значение х. Корень квадратный из 4 – это будет 2, и корень квадратный из 81 – это будет 9. Естественно, между данными числовыми выражениями у нас стоит знак умножения. И отсюда получаем, что х будет равен 18. Собственно говоря, что первым способом мы с вами и получили. Вот такие задачи, ребята, можно также рассматривать. Итак, в четвертом номере нам задается окружность. И на окружность по разной стороны от диаметра АВ взяты точки М и Н. Известно, что угол НБА равен 43 градусам. Нас просят найти угол НМБ и ответ дать в градусах. Итак, начинаем рассуждать. О чем здесь идет речь? Итак, на окружности по разные стороны от диаметра. Значит, делаем вывод АВ диаметр. И сразу можем для себя сделать вывод, что первая дуга АНБ будет равна 180 градусов, и вторая дуга АМБ тоже 180 градусов за счет того, что полный оборот или градусная мера окружности у нас с вами сдается с 360 градусами. Итак, что мы с вами видим? На окружности по разные стороны от диаметра взяты точки М и Н. Известно. Сказано также, что задается угол НБА. НБА. И данный угол имеет градусную меру 43 градуса. Нас просят найти угол НМБ. НМБ. Вот этот угол. И будем искать. Итак, начинаем с конца. Угол НМБ или угол М. Можно одной вершиной назвать. Мы с вами говорим. Это вписанный угол. Это вписанный угол, который опирается на дугу. Угол М. Смотрим на какую дугу. НБ. Вот на эту дугу. Выделили чуть-чуть пожирнее. Почему на дугу НБ? Потому что у нас даже начало есть НБ. Итак, угол НМБ на дуге НБ. И так как вписанный угол, опираясь на дугу НБ, вычисляется половиной дуги, значит, делаем вывод. Как только мы с вами будем знать градусную меру дуги НБ, мы сразу с вами вычислим градусную меру угла, вписанного при вершине М. Дальше смотрим. Дуга НБ является частью дуги АНБ, которая в сумме дает нам, которая, вернее, является полуокружностью, значит, градусную меру имеет 180 градусов. И делаем вывод. Если только мы с вами найдем градусную меру дуги АН, значит, задача будет решена. Отлично. Мы с вами внимательно смотрим, что на дуге АН есть угол, который опирается на этот угол АБН. А градусная мера этого угла известна, 43 градуса. 43 градуса. Итак, угол АБН опирается на дугу АН. Записали. Угол АБН, он тоже будет вписанным и опирается на дугу, вписанный угол и опирается на дугу АН. Делаем вывод. Так как угол АБН у нас известен 43 градуса, значит, делаем вывод. Так как он является половиной дуги, сама дуга АН будет в два раза больше. То есть 2 мы умножаем на 43, получаем 86 градусов. Получаем 86 градусов. Отсюда следует, что на дугу НБ будет приходиться 180 градусов минус 86 градусов, 94 градуса. Итак, вся дуга, ребята, вся эта дуга у нас будет 180 градусов. Дуга АН получаем 86 градусов за счет вписанного угла в 43 градуса. И чтобы найти дугу НБ, мы с вами из 180 вычли 86, получили 94 градуса. Теперь делаем вывод. На дугу НБ у нас опирается угол М. Значит, угол М будет половине дуги равен НБ. Значит, нам нужно взять половину от 94 градусов и получаем 47 градусов. Это и будет нашим результатом. Так, задача решена. Пятый номер. В пятом номере к окружности с центром в точке О проведены касательные АБ и секущие АО. Найдите радиус окружности, если известно, что АБ равно 40, равен 40, а отрезок АО равен 50. И мы с вами быстренько от руки показываем чертеж. Итак, в нашем случае задается окружность с центром в точке О. Задается окружность с центром в точке О. Проведены касательные АБ. Смотрим. Вот у нас получается касательные АБ. И секущие АО. Значит, делаем вывод. Общая вершина будет точка А. АО же проведена, значит, осталось показать АБ. И так как это касательные, значит, у нас есть точка касания. И раз точку касания мы с вами отметили, мы можем с вами соединить точки О и точки В, получить радиус. И сразу отметить, как ведут себя радиус и касательные в точке касания. Они взаимно перпендикулярны. То есть мы с вами получаем опять прямоугольный треугольник. Дальше смотрим. Отрезок АБ будет равен по условию 40, единичным отрезкам. Отрезок АО – 50. Но нас просят найти радиус. А радиус – это не что иное, как отрезок ОБ. Итак, начинаем рассуждать. По теримпифагора квадрат гипотенузы будет равен сумме квадратов катетов или 50 в квадрате равно 40 в квадрате плюс Р квадрат, чтобы найти радиус. Естественно, ребята, если вы увидели здесь коэффициент подобия равный 10, вы сразу можете сказать, что радиус будет равен 30, в силу того, что здесь задается египетский треугольник своими измерениями катетов 3, 4 и гипотенузы 5. Это единственная тройка чисел для треугольника, которые идут подряд. Больше такого набора чисел нет. И если мы с вами каждый из чисел увеличим в 10 раз, у нас с вами получится 30, 40 и 50. Вот 40 и 50 есть, значит, останется для второго катета 30. Если, к примеру, не верите, значит, вы можете просто-напросто это проверить, используя таблицу квадратов. Мы сразу с вами запишем ответ. Это точное значение будет равное 30. Исходя из подобия египетского треугольника размерами 3, 4 и 5 и данного треугольника размерами х, 40 и 50. Мы сразу с вами выходим на коэффициент подобия равных 10. И ответ 30. Следующая задача, на которую мы с вами обращаем внимание, это задача номер 6. В шестом номере нам уже предлагается рассмотреть другие ситуации по вписанным и центральным углам. Итак, в шестом номере окружность с центром в точке О описана около равнобедренного треугольника АВС, в котором АВ и ПС равны, а угол АВС равен 22 градусам. Нас просят найти величину угла ВОС. И опять в своих тетрадях показали чертеж. Чертеж желательно делать от руки, но таким образом, чтобы все было доступно и понятно. Итак, окружность с центром в точке О описана около равнобедренного треугольника. На чертеже нам показали, что отрезки АВ и СВ между собой равны. Угол АВС равен 22 градусам. АВС – 22 градуса. Нас просят найти величину угла ВОС. Величину угла ВОС. И ответ 2 дать в градусах, так как единиц измерения совпадает. Здесь, в общем-то, все в порядке. Итак, начинаем рассуждать. Угол ВОС является центральным углом, который опирается на дугу ВС. Итак, центральный угол, который опирается на дугу ВС. Вот у нас этот уголок, который нужно найти. Делаю вывод. Если мы будем знать дугу ВС, значит, никаких проблем не будет с центральным углом ВОС. Почему? Потому что угол центральный всегда будет иметь такую же градусную меру, как и дуга, на которую он опирается. А он опирается как раз на дугу ВС. Угол ВОС центральный. Мы с вами помним, вписанный угол, опирающийся на дугу, будет измеряться половиной этой дуги. А вот центральный угол, который опирается на дугу, он будет измеряться самой дугой. Теперь далее. Нам нужно как-то рассмотреть дугу ВС. Мы с вами видим, что на эту дугу ВС опирается не только угол ВОС, но и также угол ВАС. А вот угол ВАС является уже вписанным. Находим. Итак, угол ВАС вписанный. И он также будет опираться на дугу ВС. Значит, делаем вывод. Если мы с вами будем знать градусную меру вписанного угла, значит, можем вычислить дугу ВС, так как вписанный угол, опирающийся на данную дугу, будет ровно в два раза меньше, то есть измеряться половиной данной дуги. Начинаем рассуждать. Угол ВАС. В какой фигуре находятся треугольники ВАС? Какой это треугольник по нашему условию? Задача. Равнобедренный. Ага, раз треугольник равнобедренный, значит, углы при основании равны угол А и угол ВСА будут одинаковыми. Теперь делаем вывод. У нас в треугольнике АВС уже есть угол при вершине В 22 градуса. Значит, делаем вывод. Чтобы найти два остальных угла, мы с вами опять можем использовать факт, то, что сумма углов треугольника будет равна 180 градусов. Итак, из 180 градусов мы вычитаем 22 градуса и данный результат делим пополам на два угла, на угол А и на угол С. Итак, 180 пополам разделили, получили 90, и 22 разделили пополам, получили 11. В результате мы с вами получаем 79 градусов. Итак, 79 градусов приходится на угол А или на угол С. Значит, делаем вывод. Раз у нас угол А 79 градусов, и это угол вписанный, значит, дуга ВС будет ровно в два раза больше. И мы с вами получаем 158 градусов. А раз дуга ВС 158 градусов, значит и центральный угол ВС тоже будет 158 градусов. Вписанный угол – половина дуги, центральный угол – вся дуга. Итак, нас просили найти угол ВС центральный, мы его нашли. Ответ дали в градусах, получили 158. Задача решена. Переходим к задаче номер 7. Так, это шестая была, теперь седьмая. Седьмая задача. Отрезки АС и ВД диаметра окружности с центра в точке О. Нам сказано, что угол АСБ равен 59 градусов, и нас просят найти угол АОД, ответ дать в градусах. Итак, смотрим. АС и ВД – это диаметры окружности с центром в точке О. Угол АСБ находим. АСБ равен 59 градусам. Нас просят найти угол АОД. Нас просят найти угол АОД. Итак, начинаем рассуждать. Так как у нас есть угол АОД, про него мы чего не знаем, но зато мы видим, что угол АОД и угол ВОЦ между собой равны как вертикальные. И углом как раз ВОЦ мы с вами выходим в треугольник ВОЦ, в котором известен угол 59 градусов. Отлично. Итак, что-то у нас уже проясняется. И записываем. Раз нам нужно найти угол АОД, который равен в свою очередь углу ВОЦ, так как они вертикальные. Значит, делаем вывод. Если мы найдем с вами угол ВОЦ, значит, найдем угол АОД. И теперь мы с вами выходим в треугольник ВОЦ, в котором угол С 59 градусов. И теперь, ребята, посмотрите, по условию ВО и ОД будут радиусами за счет того, что АС и ВД диаметры, и они между собой равны. Итак, мы с вами попали в равнобедренный треугольник, в котором боковые стороны ВО и СО равны. Значит, делаем вывод. У нас с вами угол не только С будет 59 градусов, но и угол В, так как в равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Итак, тоже будет 59 градусов. Теперь по сумме углов треугольника мы с вами говорим, что угол неизвестный ВОЦ в сумме с углом В и С дает 180 градусов. Теперь подставляем вместо угла В и С градусные меры, известные 59 градусов. И вычисляем угол ВОЦ. Из 180 вычитаем 9 плюс 9 – 8, 5 плюс 5 – 10 и 1 – 18. И получаем градусную меру в 62 градуса. Это и будет нашим ответом. Я напоминаю вам, что угол ВОЦ равен углу АОД. Раз мы нашли угол ВОЦ, значит, нашли угол АОД, который нас просили вычислить. Следующая задача – восьмая. В восьмом номере радиус окружности, описанный около квадрата, равен 4 корня из 2. Нас просят найти радиус окружности, вписанный в этот квадрат. Итак, для начала, ребят, мы с вами выделяем элементы, которые нам будут необходимы. Речь идет о радиусе окружности, описанный около квадрата. Вот у нас есть квадрат А, В, С, Д. И большая окружность, большая окружность радиусом, например, возьмем отрезок ОА. Итак, радиус описанной окружности есть. Так, показали точку О. Берем точку А. Мы с вами говорим, это радиус описанной окружности. И этот радиус равен 4 корня из 2. Дальше говорят, что нам нужно найти радиус окружности, вписанный в этот квадрат. Значит, из точки О я провожу радиус к точке касания квадрата и окружности. Есть. Ну, пускай это будет точка, например, H. Мы с вами видим, что отрезок О, H и сторона А, В располагаются как? Взаимно перпендикулярно. Итак, радиус О, H, вписанный окружности, опустился, а мы с вами этот радиус опустили на отрезок А, В, который является касательной к окружности, вписанный в квадрат. И в результате мы с вами получили точку касания. Но в точке касания радиуса окружности и касательной взаимно перпендикулярной, то есть создают прямой угол. То есть, ребят, другими словами, мы с вами попадаем в прямоугольный треугольник. Итак, мы с вами попали в треугольник А, О, H с вами обозначениями. И делаем вывод, что в данном треугольнике квадрат гипотенузы, то есть АО в квадрате, будет равна сумме квадратов катетов, то есть А, H в квадрате плюс А, О в квадрате. И теперь смотрим. Вместо А, О, мы с вами говорим, это будет радиус описанной окружности А, H. Посмотрите, что из себя представляет отрезок А, H. Это половина стороны А, В. И если мы внимательно посмотрим на данную сторону А, В, на данную сторону А, В, мы с вами увидим, это будет не что иное, как длина стороны В, С. Или это не что иное, как диаметр. Или это не что иное, как половина диаметра, то есть радиус. Значит, делаем вывод. Отрезок О, H и отрезок А, H между собой равны. И мы с вами получаем, что вместо отрезка А, H мы подставляем R малое по формуле в квадрате, ну, а отрезок H, O мы с вами обозначили R малое в квадрате. Значит, делаем вывод. Чтобы найти радиус окружности, описанной около квадрата, вернее, найти радиус окружности, вписанной в этот квадрат, нам нужно вместо R большого подставить значение 4 корня из двух по условию задачи, то, что нам дано, и по форме все остальное дописать. При условии, что R квадрат малое плюс R квадрат малое, у нас с вами получается 2R малое в квадрате. Возводим в квадрат. 4 в квадрате переписали, возвели. Корень из двух в квадрате получили 2. И в правой части 2 умноженное на R малое в квадрат. Мы видим, что и левую, и правую часть уравнения можно разделить на 2. И мы с вами получаем, что 4 в квадрате – это не что иное, как R малое в квадрате. Значит, радиус вписанной окружности в этот квадрат будет равен 4. Мы с вами получили ответ. Следующая задача, на которую мы с вами обращаем внимание, это 9. В 9 номере радиус окружности, описанной около квадрата, равен 4 корня из 2. Нас просят найти длину стороны этого квадрата. Квадрат есть. Длина стороны неизвестна. Я обозначу за х. И в силу того, что это у нас задается квадрат, значит, делаю вывод, что все стороны равны. Нам говорят, что известен радиус. Значит, делаю вывод. Коль нам задается радиус, значит, это будет половина диаметра, будет 4 корня из 2. Но, естественно, нам выгодно показать сейчас не радиус, а диаметр. То есть мы берем с вами 2 радиуса и в результате получаем, что радиус 4 корня из 2, а вот диаметр будет в 2 раза больше, 8 корней из 2. И опять мы с вами рассматриваем теорему Пифагора для прямоугольного треугольника, где у нас будет сказано, что квадрат гипотенузы, то есть 8 корней из 2 в квадрате будет равен сумме квадратов катетов, то есть х квадрат плюс х квадрат. Теперь возводим в квадрат по нашей формуле. 8 в квадрате так и переписываю. Умножить на корень из 2 в квадрате это будет 2 равно х квадрат плюс х квадрат 2х квадрат. Теперь мы видим, что все уравнение и левую, и правую часть очень удобно разделить на 2. и остается в левой части 8 в квадрате, а в правой части х квадрат. Значит, отсюда делаем вывод, х – это не что иное, как восьмерка. Значит, длина стороны будет равна 8. Ответ получили. Следующая десятая задача, ребята. В десятом номере нам предлагается рассмотреть окружность. Нам предлагается рассмотреть окружность. в которой известна величина центрального угла АОД. Находим угол АОД. И делаем вывод. Если это центральный угол, значит, точка О – это не что иное, как центр окружности. Точка О – центр окружности. Нас просят найти величину, вписанную в угла АСБ, АСБ, и ответ дать в градусах. Но опять точно такая же ситуация. Если нам нужно найти угол АОД, значит, мы с вами увидим угол ВОЦ, которые эти два угла будут между собой называться вертикальными. Значит, они будут равны. Итак, угол АОД равен углу ВОЦ, так как они являются вертикальными. Вертикальный угол всегда равный. Значит, делаем вывод. Чтобы найти угол АОД, нам будет достаточно найти градусную меру угла ВОЦ. А угол ВОЦ у нас получается 110 градусов. Следующий момент. Показали. И углом 110 градусов ВОЦ мы с вами попадаем не иначе, как куда в треугольник ВОЦ. В этом треугольнике отрезки ОЦ и ОВ – это радиусы данной окружности. Значит, делаем вывод, что данные отрезки ОВ и ОЦ между собой равны, и мы с вами делаем вывод, что треугольник равнобедренный, и по свойству равнобедренного треугольника углы при основании равны. То есть угол С и угол В будут одинаковые. Делаем вывод. По тому, что… Вернее, немножечко не так, ребят. По сумме углов треугольника, которая будет равна 180 градусов, мы можем с вами вычислить градусную меру данных углов. Сумма углов треугольника – 180 градусов. Мы вычитаем градусную меру известного угла 110 градусов и делим пополам данную градусную меру, потому что у нас с вами она будет делиться на два одинаковых угла – В и С. Итак, 180 минус 110 – получается 70, ну а 70 пополам – 35 градусов на каждый из углов, либо С, либо В. Нас просили найти величину угла А, С, В. А, С, В – это при вершине С. Значит, мы с вами сделали вывод, что угол С – 35 градусов. Вычисление сделано. Ответ записали. Следующая задача под номером 11. Итак, по условию отрезок А, В равный 63 касается – очень важное слово – окружности радиуса 60. Смотрим, где у нас будет радиус. Центр окружности есть, точка на окружности есть раз, точка на окружности есть два. Больше точек на окружности нет. Значит, делаем вывод. Раз отрезок А, В касается окружности радиуса 60, значит, уже два отрезка у нас известны – О, В и О, Д. Два радиуса, и каждый радиус сказан будет – 60. С центром в точке О есть, в точке В. Окружность пересекает отрезок А, О. Есть у нас отрезок А, О. В точке Д нас просят найти отрезок А, Д. Итак, отрезок А, Д я обозначила за Х. И делаю вывод, что у меня данный отрезок А, Д является частью отрезка А, О. То есть, отрезок А, О – это сумма отрезков О, Д и Д, А. Значит, делаю вывод, чтобы найти отрезок А, Д, мне нужно из всей длины отрезка А, О вычесть длину отрезка О, Д. То есть, из А, О убрать 60 единичных отрезков. Значит, делаю вывод. Вся задача будет складываться на то, чтобы найти длину отрезка А, О. А это делается из треугольника А, Б, О прямоугольного. Почему? Потому что по условию отрезок А, Б касается окружности в точке Б, значит, А, Б – это касательное к радиусу О, Б. А, Б – это касательное к радиусу О, Б. Значит, делаю вывод. Касательное и радиус будут взаимно перпендикулярны. Есть теорема в учебнике, вы ее можете повторить. Значит, действительно, мы с вами получили прямоугольный треугольник, в котором можно использовать теорем Пифагора. Квадрат гипотенуза в нашем случае будет отрезок А, О. Квадрат гипотенуза будет равен сумме квадратов катетов, то есть А, Б квадрат плюс О, Б квадрат. Так, А, О квадрат мы не знаем. А, Б подставляем 63 в квадрате, О, Б 60 в квадрате. Вычисляем А, О квадрат. Смотрим таблицу квадратов. 63. 63. Так, 39, 69. Так, плюс 60 в квадрате – 3600. Значит, получаем, что отрезок А, О квадрат мы с вами получаем. 9, 6. 9 плюс 6 – 15. 5 пишем, 1 в уме. 7, 569. Так, 75, 69. Находим таблицу квадрата. 75, 69. Так, 75, 69. Нашли данное число, на самом деле получается 87. Итак, получили 87. Отрезок А, О. Но так как отрезок А, О мы с вами нашли, значит, чтобы найти длину отрезка А, Д, ну, саму значение Х, который мы с вами ввели, нам нужно из 87 убрать 60. И в результате получаем длину, равную 27. Итак, искомый отрезок имеет длину 27. Что нас просили и вычислить? Ответ есть. Следующий номер, 12. В номере 12 есть центральный угол А, О, Б, который опирается на хорду А, Б длиной 6. При этом угол А, О, Б равен 60 градусам. Нас просят найти радиус окружности. И теперь начинаем рассуждать. Коль нам задается окружность, мы с вами внимательно на эту окружность смотрим и делаем вывод. В данной окружности уже проведены радиусы О, А и О, Б. Значит, данные отрезки между собой равны как радиусу. Центральный угол А, О, Б опирается на хорду А, Б. То есть хорда – это отрезок, это не дуга, это отрезок. И эта хорда будет равна 6 по условию задачи. При этом угол О, А, Б нашли 60 градусов. Нас просят найти радиус окружности. Для начала внимательно посмотрим на треугольник А, О, Б. В данном треугольнике сказано, что радиусы О, А и О, Б за счет того, что они будут у нас равными, треугольник получили равнобедренный. И делаем вывод, что углы при основании равны. И они равны по 60 градусам. И так как на сумму углов треугольника приходится 180 градусов, 180 и 180 мы убираем 60 градусов раз и 60 градусов два, на третий угол при вершине О мы получаем градусную меру тоже 60 градусов. Значит, делаем вывод, треугольник у нас получился равносторонний за счет того, что все углы равны. Значит, отрезок О, А равен не только отрезку О, Б, но и также отрезку А, Б, который в свою очередь имеет длину 6. О, А и О, Б – это не что иное, как радиус. Значит, делаем вывод, что радиус будет равен 6. Итак, ребята, задача решена. Следующий блок задачи, на который мы с вами опираемся, это задание начиная с 13 номера. Итак, в 13 номере радиус окружности, описанный около квадрата, равен 26 корней из 2. Нас просят найти длину стороны этого квадрата. И опять, ребята, подобные ситуации, с которыми мы сегодня с вами встречались. Итак, у нас с вами задается радиус окружности квадрата. Но так как нам нужно будет найти длину стороны, нам, конечно, удобней показать не радиус, а диаметр квадрата, чтобы работать с прямоугольным треугольником. Итак, сторона квадрата нам неизвестна, нам нужно ее найти. Все стороны квадрата между собой одинаковые, я обозначила за х. Радиус 26 корней из 2, значит, диаметр в 2 раза больше, получаем 52 корней из 2. И по теории пифагоры для прямоугольного треугольника, квадрат гипотенузы, то есть 52 корней из 2, потому что это самая длинная сторона, она лежит напротив угла в 90 градусов. Гипотенуза в квадрате будет равна сумме квадратов катетов. Возводим в квадрат все произведение, стоящее в скобках в левой части уравнения. 52 в квадрате умножается на корень из 2 в квадрате, то есть на 2, равно в правой части х квадрат плюс х квадрат 2х квадрат. Итак, все уравнение разделили на 2 и получаем 52 в квадрате равно х квадрат. Делаем вывод, что х будет равен 52. Ответ получен. Переходим к следующей задаче, 14-й. Бывают и такие ситуации, что в задачах 16-го каталога не обязательно задаются с чертежом. То есть нужно самим этот чертеж показать. Итак, посмотрите, какая нам предлагается задача в 14-м номере. Окружность с центром на стороне АС треугольника АВС проходит через вершину С и касается прямой АВ в точке В. Нас просят найти АС, если диаметр окружности равен 8,4, а длина отрезка АВ равна 4. То есть делаем вывод. Основная фигура здесь будет окружность и треугольник. И они будут как-то взаимно располагаться. Итак, начинаем с основной фигуры, которой нам предлагается. Окружность. Показали. Дальше смотрим. Окружность с центром на стороне АС треугольника АВС проходит через вершину С. Так, ну, давайте пока покажем, что у нас будет проходить через вершину С. И центр будет лежать как раз на стороне АС. То есть нам нужно показать какой-то отрезок, вот пусть это будет текущий, проходящий через центр окружности. Задаем точку, у нас будет центр окружности. И у нас будут где-то точки, пока не фиксирую, ребят, С и где-то А. Итак, вот у нас будет сторона. Окружность с центром на стороне АС, то есть у нас где-то будет сторона АС треугольника, центр окружности лежит на этой стороне. Итак, треугольник АВС проходит через вершину С. Проходит через вершину С. Значит, вершина треугольника лежит на окружности. Все, точка С зафиксирована. Значит, что я делаю? Все лишнее в данном случае я убираю С. И вот длину отрезка. Ластиком аккуратно стерли. Все, первую часть мы с вами увидели. Точку С обнаружили и зафиксировали. Это первый момент для построения чертежа. Итак, через вершину С у нас прошла окружность Е. Про точку А пока ничего не сказано. Но дальше. И касается прямой АВ в точке В. То есть у нас с вами, посмотрите, окружность касается прямой АВ. Значит, делаем вывод. Нам нужно провести касательную к точке А Вот что у нас получается как-то. И мы делаем вывод, что точка А у нас с вами тоже зафиксировалась. Все лишнее я убираю. И перехожу к точке А. Касательная построена. Точка А есть. И точка касания, точка В есть. Все. Треугольник осталось только дочертить. У нас есть с вами треугольник АВС. Ну, в моем случае получился треугольник топоугольный. Возможно, у вас получится какая-то другая ситуация. Но в любом случае, ребята, у нас треугольник построен. Далее. Нас просят найти отрезок АС. Если диаметр окружности равен 8,4, значит, я делаю вывод. Мне не хватает здесь точки для диаметра. Например, пускай это будет точка D. Значит, диаметр – это отрезок CD, который будет равен 8,4. Ну, в моем случае очень удобно показать радиусы. Радиус СО – это половина диаметра, то есть 4,2. И отрезок ОД тоже как радиус 4,2. Вот у нас получается одинаковых отрезков. Дальше. АВ известна и равна на 4. Ну, а теперь начинаем рассуждать. Чтобы найти длину отрезка АС, мы с вами видим, что длина отрезка АС состоит из суммы двух отрезков. CD, который известен 8,4, и DA, который неизвестен. Делаем вывод. Нам нужно вычислить длину отрезка DA. Как будем на это смотреть? Ну, для начала очень удачный момент. Нам задается касательная к прямой АВ. Касательная к прямой АВ. А раз проводится касательная к прямой АВ, значит, в точке касания с радиусом они дают нам прямой угол. Показали. Так. Показали прямой угол. Значит, делаем вывод. Нас сейчас интересует треугольник АОВ. В этом треугольнике угол ОБА равен 90 градусов. Значит, мы можем с вами использовать теорему Пифагора. Итак, отрезок ОА находим следующим образом. В силу того, что отрезок ОД радиус и ОБ радиус, ОБ тоже 4,2. Итак, длина квадрата гипотенузы АО будет равен сумме квадратов катетов. Значит, АО отрезок в квадрате равен ОБ – это 4,2 в квадрате, плюс БА – это 4 в квадрате. Значит, отрезок АО в квадрате – это находим по таблице квадратов 4,2, то есть 42. У нас с вами получается 17,64. 17,64 плюс 4 в квадрате – это 16. Значит, отрезок АО в квадрате нам дает значение 33,64. Находим, что такое 33,64. 33,64. Так, 33,64. Мы с вами получаем 58, то есть 5,8. И значит, раз отрезок АС, возвращаемся в нашу формулу, 5С, так, АО. Нет, 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 нет. АО. Так как у нас отрезок АО длиной 5,8, значит, делаем вывод. На отрезок АС мы можем с вами посмотреть, как на сумму отрезков СО плюс ОА. Отрезок СО 4,2 и отрезок ОА мы только сейчас выяснили – 5,8. Всего получается в сумме 10. Итак, ребят, подобные задачи каталога 16 мы с вами продолжим занятия на следующее, то есть в субботу. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам хорошего. До свидания. Суббота. Суббота.